всем привет ранее я представлял самодельную систему водяного охлаждения процессора где сравнивал между собой влияние воды с водкой и изопропиловым спиртом на теплоотвод в результате мне адресовали несколько комментариев с предложением воспользоваться автомобильными охлаждающими жидкостями связи с этим рассмотрим как изменится эффективность жидкостного охлаждения если вместо обычной воды залить например тасол или антифриз так как ранее я рассматривал систему охлаждения где в качестве теплоносителя использовалась вода поэтому напомню что в программе оси сети среднее значение температуры процессора под нагрузкой на начальном этапе составила около 34 градусов по истечении 10 минут почти 50 а максимальная 61 теперь заполню систему тасолом для этого откручиваю крышку с данной емкости после чего с помощью шприца заливаю его в трубки в моем случае уходит чуть больше 40 миллилитров и еще 100 наливаю в расширительный бачок выполнив подготовку и установив охлаждение в системный блок а затем запитав насос включаю компьютер после загрузки операционной системы windows 10 открываю программу оси сети в таком случае на начальном этапе теста средняя температура приближается к 35 градусов тогда как спустя 10 минут средние значения составила почти 52 градуса а максимальная 71 далее промыв систему охлаждения тасола открываю емкость антифризом и заливаю его не снимая охлад системного блока по завершении запускаю циркуляцию и вновь включаю компьютер в этот раз средняя температура на начальном этапе теста составила почти 35 градусов тогда как по кончании 10 минут около 53 а максимальная 70 если сравнить изменение средней и максимальной температуры используемых жидкостей при нагрузке цепу в течение 10 минут в моем случае можно видеть что в проведенных условиях вода отводит тепло немного эффективней по всей видимости это связано с тем что теплопроводящие свойства охлаждающих жидкости немного ниже чем у воды на этом у меня все желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети